Мебель и потолки любой сложности. Красуется страничка в соцсети. Стена пестрит фотографиями готовых кухонь, шкафов, натяжных потолков. Вот только отзывов покупателей в сообществе нет. Зато у нас есть. На Стерлитамагское телевидение обратили сразу несколько клиентов Эльвиры Зариповой. Деньги, как утверждают, за заказ хозяйка фирмы взяла еще в 2013 году, а мебель до сих пор не привезла. 9 сентября оплатили, вот все приготовили для установки кухни. И на данный момент ничего пока у нас нет. Татьяна Харитонова полгода живет в условиях неблагополучного общежития. Из удобств на кухне, мойка, плита и стиральная машина. Кастрюли и тарелки хранить приходится в зале. Как говорит пенсионерка с владелицей фирмы «Мастер Стайл» Эльвирой Зариповой, связаться получается редко. Предпринимательница ссылается на занятость. Но вот СМС с обещаниями регулярно шлет. Я ей звонила и говорила, Эльвира, я не хочу доводить до суда. Поверь мне, ну не хочу. Отдай мне мои деньги. Вот мои 30 тысяч, что я заплатила. И все. И я забуду, как страшный сон. Пострадавшие от бездействия Эльвиры Зариповой через соцсети находят друг друга. Самая активная – Ольга Егорова. Договор на изготовление кухонного гарнитура заключила еще в ноябре 2013 года. Поняв, что ждать бесперспективно, обратилась в УВД. Однако состава преступления в действиях мебельщицы полиция не нашла. Проведена проверка, в ходе которых вынесены соответствующие процессуальные решения. А данные случаи попадают под категорию гражданско-правовых отношений и должны выясняться в суде. Гражданский суд Ольга выиграла. По решению, Зарипова должна была вернуть всю сумму по договору с компенсацией. Но возникла новая проблема. Приставы не могут должницу найти. Выездом по адресу строитель 10, квартира 33. Постановлено, что гражданка по данным адресу не проживает, снимала квартиру. В настоящее время подготовлено направлено поручение в Ольшеевский район по месту регистрации данной гражданки. По информации от службы приставов Ольшеевского района, по месту регистрации Зариповой тоже нет. Имущество на должницу не зарегистрировано. Сейчас обманутые заказчики пытаются найти товарищей по несчастью и подать коллективное заявление в полицию. Они надеются, что тогда удастся привлечь Эльвиру Зарипову за мошенничество. Оказалось, таких, как я, очень много. Есть и в Раевке женщина, на которую она обманула на 100 тысяч, она натягивала ей потолки. И здесь, и в Стерлитамаке мы общались с мальчиком Тимуром. Она его тоже здесь обманула. И, в общем, как бы мошенники орудуют. Нашей телекомпании удалось связаться с Эльвирой Зариповой. Договорились о встрече. Однако она не пришла, а телефон отключила. Артём Ланягин, Игорь Яковлев, Стерлитамак, Служба новостей. Игорь Яковлев, Стерлитамак, Стерлитамак, Стерлитамак. Продолжение следует...